всем доброго времени суток дорогие мои подписчики а также гости моего канала немножечко будет от меня тень падает потому что все возможные лампы включила сегодня у нас пасмурно какой-то дождик моросит такое но слава богу вроде весна наступила и наконец-то вроде снег практически стал так кое-где большие куча бывших сугробов лежат грязного снега но а так в основном асфальт и лужи а вот сегодня хочу вам начать свое видео о шаре желаний который касается весны и называется весенний каприз вот он у меня уже подготовлена в папочке единственное что я еще не натянула все-таки канву все лежит здесь мы с вами открывали я вам это показывала и если обратите внимание я сказала что этот шар меньше чем был мой зимний да вот он зимний вот он весенний здесь он 38 на 27 с половиной а это 32 на 26 то есть достаточно 6 сантиметров у них разница так это в длину на 6 сантиметров но это достаточно много и пришлось мне достать и посмотреть что же у меня с осенним и с весенним шаром и получается ой с осенним весенним с летними смотрите летний вот эти летние грезы будет 36 на 29 то есть он будет выше чем зимний но чуть-чуть поуже ну более-менее они как-то там практически одинаковые да а осенний он будет практически как весенний я не знаю с какой стати вот эти этот производитель сделаю своими руками сделали такие разные размеры у них ну вот эти более-менее там 32 на 26 а это 33 на 25 то есть осенний с весенним поменьше и зимний с летним побольше может быть они руководствовались тем что это как бы основные два времени года до зима-лето две противоположности и весна-осень это такие как бы переходящие можно сказать времена года ну и придется подумать как мне их потом оформить в какие рамки чтобы повешать чтобы сочетались наверно придется их как-то в шахматном порядке то есть большой-маленький маленький-большой ну вешать я имею ввиду на стену да то есть допустим осень так вот маленькие маленькая осень и большая зима а здесь наоборот большое лето и большая и маленькая весна ну как-то вот так перекрестна до чтобы в общем они на стене заняли какую-то одну площадь одинаково но эти два поменьше а эти два побольше по размеру но до этих шаров мы еще доберемся в свое время свои времена года зимний шар ведь мы уже с вами отставили и наконец-то я перехожу к отшиву своего весеннего каприза немножечко я отдохнула отдохнула вдохнула выдохнула и решила что пора его начинать видео я не знаю может быть я его разделю это по этому шару отчеты на два то есть сейчас начало и потом когда я буду его весной конце весны заканчивать ну на том этапе на котором он будет конечно заканчивать я не имею всю вышивку навряд ли за весной все это вышью а вот потому что есть много других интересных захватывающих у меня процессов поэтому я сначала хотела это снимать все одним видео наподобие как у зимнего чуда у зимнего шара и потом выложить все это в конце одним видео но подумала что наверное я это разделю на два то есть вот в первом видео я покажу вам как я начинаю первые свои крестики первые какие-то фрагменты и потом сделаю уже буду на протяжении отшива снимать фотографировать как и с зимним шаром и потом вам в конце когда бы заканчивать в конце весны этот шар на том этапе какой он будет я вам покажу еще одно видео с на чем я заканчиваю как перехожу к летнему шару так что вот приглашаю к просмотру ну может сделать два видео но два видео это до конца весны терпеть сейчас что у нас апрель на дворе начало апреля так что думаю до конца мая я уж не буду тянуть я разделю в апреле одно видео и в конце мая еще одно видео приглашаю к просмотру будем знакомиться с этим чудом очередным от сделать своими руками весенним шаром ну вот она конва которая намного уменьшенная сейчас я на ней определю примерно середину я это делаю обычно так сворачиваю пополам и еще раз пополам и заламываю вот этот посередке уголок конва такая же как и на зимнем шаре очень жесткая не очень приятная на ощупь пяльца у меня самый-самый простенький деревянный тоненькие притоненькие не знаю каких советских времен но они легкие прям практически не невесомые делаю я как всегда начну с шара поэтому будет у меня это посерединке все конва очень жесткая и очень все это трудно запяливается требуется усилий так сместилась вот у меня серединка где получилось не нравится мне это дело у меня последнее время такие хрупкие ногти мне не хватает на жидкости в организме вот я боюсь что я сейчас все попереломаю пока я смогу запялить эту канву ой матушки мои вот поверьте мне очень приходится прикладывать много сил потому что канва действительно очень жесткая очень но зато практически не приходится подтягивать ее вот в этих пальцах потому что она не ерзает такая жесткая канва она стоит тут прям колом ну вот опять чуть-чуть конечно съехал центр но примерно вот он вам наверное может быть не видно этот залом сейчас посмотрю ну вот чуть-чуть он съехал но более-менее более-менее серединка есть иголочку пока ними или я ее поменяю а да я же я же я же я же я же иголку брала вот эта иголка родная от набора золотым ушком вот эту иголку я брала я ею вышивала она пошире это я ее брала одну я сломала на осеннем шаре желание эту иголку я уже брала она как китайская она потолще сама по себе тоже канва очень жесткая и нитки тут не очень приятный на ощупь такие бумажные я уже говорила поэтому эта иголка больше дырочка получается лучше ниточка потом идет ну посмотрим посмотрим сейчас пока я одной иголочкой определю помечить центр что мне его тут не потерять на всякий случай хотя она вряд ли потеряется это канва такая жесткая что эти заломы никуда не деваются держится на канве вышивать в два прокола тут бесполезно вот видите даже просто иголку не могу два прокола проколоть потому что очень жесткая канва ну вот тут вот серединка не совсем она у меня получилось по центру но немножко сдвинута сюда в бок но вот и практически можно садиться и вышивать единственное что мне нравится в этих органайзерах у них что здесь над цифрами есть дырочки и вот я сейчас их не закладку делаю помните у меня такие закладки были домики сейчас я вам ее покажу закладку там такие же органайзеры потому что набор тоже сделать своими руками и когда ниточку я отсюда выдергиваю и у меня на иголке остается достаточно длинны что можно было еще какие-то крестики ей вышить я ее вешаю над этим же цветом так не знаю стоит ли мне я тут раз значки рисовала наверное сейчас тоже сделаю из ключа сюда эти значки перенесу ключ я уже отрезала вот он отдельно в этом наборе удобно он был с одной стороны в прошлом наборе он был с двух сторон мне пришлось выгрызать такие клочки из схемы с двух сторон здесь он был с одной стороны я его уже этот ключ с инструкции отрезала поэтому вот эти все значки которые есть в ключе вот они я их сейчас перенесу на органайзер напротив каждого цвета только те которые вот просто где крест в две нити вот эти вот полу крест back stitch я конечно переносить не буду никуда эти значки не буду переносить я буду на схеме только ими пользоваться так займусь сейчас рисованием так нарисовала я значки и хочу обратить внимание девочек кто тоже будет вышивать эти шары но еще не вышивал смотрите какая тут фишка пока рисовала эти значки что я обнаружила ну так как здесь значки схема цвет на цветосимбольное то получилось что есть допустим одинаковые значки я то рисовала просто значки смотрите вот три и вот три они отличаются только цветом то есть вот это сухая роза номер пять с тремя точечками и коричневые это тоже три точечки только они беленькие на темно-коричневом фоне то есть надо быть внимательным ну думаю на схему когда смотришь то ничего страшного теперь дальше смотрите я взяла палетку села и давай рисовать подряд да там где пусто я естественно вот семь плюс пусто просто вишневый я пропускала и рисую 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 до сюда вот дошла и понимаю что что-то тут я рисую уже не то сейчас покажу вот тут у меня вот ошибка смотрю внимательно на схему а тут двадцать один двадцать два двадцать четыре двадцать пять ой двадцать пять нет пошло двадцать шесть а я это рисую подряд у меня тут двадцать пять есть я вернулась назад давай вот сравнивать вот тут вот с двадцатых чисел эти значочки думаю где же я ошиблась вот двадцать три смотрю давай уже и по цветам проверять двадцать три вот двадцать четыре какой тут он у нас гиацинтовый потом светло-розовый вот он двадцать шесть он идет двадцать шесть а двадцать пять видите какой-то такой синий грубо говоря давай я искать в чем проблема давай я уже просто по цвету вот этих квадратиков искать где же у меня вот такой цвет на ключе оказалось он вот он фиолетовый с буквой вот таким символом буквой У зачем было так заморачиваться я не поняла ну и сделали бы тут вот подряд двадцать пять двадцать шесть вот здесь а это у них полукрест в две нити понятно что какие-то цвета вот допустим вишневый где крест он этот цвет вышивается так сейчас давай камеры не надо желтеть он тут нет никакого значка вот он семь и этот же вишневый здесь но чтобы было понятно на схеме полукрест в две нити он будет со значком ну почему бы нельзя было сделать я так понимаю что просто двадцать пятого цвета здесь не будет две нити крестом а только полукрест ну как то можно было бы тогда здесь сделать подряд а тут ему какой-то номер я не знаю там тридцать восемь присвоить или еще что-то ну в общем производители сделают своими руками не ищут легких путей и нам не дают расслабиться а включать свою голову включать свое внимание так что здесь я ошиблась потом мне пришлось тут вот перекраивать ну ничего страшного и еще один значочек тоже где точечка это вот этот вот белая точечка на черном фоне и черная точечка на белом фоне то есть начало палетки у меня идет с точечкой и вот на второй палетке последний цвет это тоже точечка для меня они будут выглядеть одинаково но по схеме конечно белый и черный не перепутаешь вот так веселимся уже начинаем веселиться нитки конечно цвет красивый это я говорила и в зимнем шаре мне куда-то на осень все несется еще лета не было вот то есть очень мне понравился вот этот цвет вот лимонный такой вот хотя лимонный почему-то написано ну да вот этот лимонный а это лайм вот лайм прям вообще такой приятно-приятно светло-светло-зелененький такой действительно цвет лайма но остаюсь при своем мнении на ощупь они такие прям бумажные если вы слышите они прям так шуршат они не шелковистые не блестящие они такие прям знаете как нитки для шитья прям какой-то хэбэ прям хлопок да стопроцентный но на ощупь не очень приятные прям ну не знаю тактильные ощущения мне удовольствие они не доставляют хотя некоторые писали что вышивают нитками бестокс и им нравится может быть но мне не очень может быть еще потому что у меня очень сухая кожа на руках у меня я уже не раз показывала вот у меня очень такие вот проблемные эти места и вот эти нитки они конечно будут у меня вот за все за все за все за вот это мое цепляться вот ну ладно будем начинать а закладочку я вам обещала показать сейчас покажу напоминаю вот такая у меня моя закладочка у сына тоже голубой домик но другой он увез его в общежитие Маша то есть девушка моего сына говорит что он его иногда достает но ему сейчас некогда сейчас они диплом пишут тоже это же фирма сделает своими руками и я начала и буквально вот за два дня сейчас у меня тут иголочка висит вот за два дня что я сделала вот я начала обратную сторону домика то есть не вот эту где входная дверь и балкончик а это у меня обратная сторона то есть лестница тот же балкончик но только другая сторона ну вот за два дня так что ли положить вот столько я вышила ну вот на это пластиковое конве вроде ложатся они неплохо поближе более-менее ровненько вышивается вышивается в три нити конечно очень плотно получается кладется крестик и трудно уже протыкать когда крестик полностью зашит то есть вот четвертый да прокол допустим в одну и ту же дырочку уже тяжеловато у меня прям палец устает поэтому вот за два дня всего такое маленькое продвижение потому что палец быстро вот этот вот устает которым надо иголку выдергивать вытягивать но ничего потихоньку потихоньку мы с этим делом справимся палетка точно такая же как и в шарах желаний вот она палетка эти же самые нитки шершавые и неприятные но что поделать вот про это я вам и говорила мне единственное что нравится что здесь есть вот эти дырочки вот я повышевала мне этот цвет закончился полностью вот в этой части в той следующей будет а в этой закончился я так скажем ниточки припарковала сюда остаток потому что достаточно еще длинная ниточка и она мне еще пригодится так ну вот пока на этом все сейчас начну вытешивать шарши ланей потом вам наверное покажу первые отшитые крестики и на этом буду это видео заканчивать а уже остаток и все мои продвижения вы увидите в конце мая когда я буду завершать этот весенний шар или совершать полностью или откладывать до следующей весны потому что я не знаю во первых здесь он меньше чем зимний во вторых я его начинаю раньше потому что зимний я начала в феврале и у меня осталось только один месяц зимы чтобы его отшить а здесь у меня вот апрель и май я думаю что я его ну побольше выше по крайней мере мне кажется что сам шар вот этот сам шар я наверное успею ну это я так надеюсь а там конечно время покажет вот ну и вот оно начало моего шара первые крестики постепенно начинает вырисовываться начала я с центра сакуры потом плавненько перешла вот эта вот бирюзовая такая крыша там пагода будет в сакуре добавляются цвета светло-розовые сиреневые чуть-чуть потемнее сиреневые долго думала куда же идти в какую сторону ну решила двигаться вот сюда в сторону крыши над крышей к концу шара тут у меня начинается вырисовываться гора такая там стоит пузияма вот ну и вот пошла сакура уже над крышей постепенно все это продвигается красота начинает вырисовываться добавляется все больше красок вот желтенький появился зелененький цвет такой достаточно приятный ну и пожалуй сейчас уже увидите видео ну что наступил и момент посмотреть уже вышивку начальные крестики даже далеко не совсем начальные а вот сколько я уже сделала отодвину немножко смотрите вот эту схему лощеную я в шаре желание зимним говорила что такая лощеная схема которая очень очень неудобно зачеркивать я пробовала там зачеркивать ручкой шариковой но тоже она скользила задалась задала задала мужу нет не так не задала мужу короче спросила мужа если у него черный маркер он сказал нет но потом короче мальчики мои обо мне беспокоятся он загрузил сына позвонил ему сказал будешь домой ехать купи маме маркер потому что маме неудобно зачеркивать надо схему овощеная бумага мне сынок привез купил вот такой обыкновенный перманентный маркер потому что муж говорит сначала маркер тоже будет скользить не фломастер перманентный не будет в результате вот сейчас вот так выглядит схема очень хорошо он быстренько это дело зачеркивает ничего не марается ничего не стирается и сначала дома вечером я вышивала мне казалось ой нечаянно вот допустим вот эти вот крестики я не вышила вот здесь розовые а зачеркнула и думаю ой а как же я потом буду смотреть что там но смотрите достаточно очень хорошо все видно она конечно все равно отсвечивается маркер высыхает но просвечивают там значки и в принципе при желании можно увидеть если ты что-то не то зачеркнул можно увидеть что же все таки надо там вышить каким цветом и так смотрите показываю вот столько у меня отшито на этом я это видео буду заканчивать покажу вам потом в конце мая что я к чему приду я вот тут уже вот эту сакуру гору начала и вот эта сакура вышлась и даже вот от этой пагоды у меня уже крыша да крыша от этой пагоды вот это наверное окошечки я так думаю но смотрите что хотела сказать ну вот повеселее все таки он вышивается весенний этот каприз чем зимний шар кстати о зимнем шаре получила тут два комментария по моему они от одной и той же девушки женщины по поводу что не знаю почему вам не нравится зимний шар сначала потому что я ему вышла его на одном дыхании и значит это для вас сложно вы не можете да для меня не сложно почему сложно у меня очень сложные вышивки если вы не смотрели мои видео посмотрите моего золотого карпа посмотрите мой хаед у меня достаточно опытная вышивальщица вышивающая 20 лет всякие разные работы я вышивала и сложные не очень не сложно я проговорила про качество качество канвы качество ниток что мне не очень доставляет тактильного удовольствия, тактильного ощущения. И вот этим я не очень довольна. А я же говорила, что справедливости ради очень красивый получается яркий сюжет на черной этой конве. Очень мне эти шары нравятся. Если бы они мне не нравились, я бы их не покупала и не вышивала. Просто я сейчас закрываю глаза на само качество материалов и вышиваю, потому что мне нравится сам сюжет, само изображение. И вот весенний шар мне достаточно... Ну вот это я, наверное, за неделю отшила. Он уйдет намного быстрее, лучше, чем зимний. Я же говорила, что я вдохнула, выдохнула и приступила. Отдохнула от зимнего, приступила. И был комментарий еще по поводу того, почему я отложила зимний, так не делается. Вроде как, ну, там не было так написано, что так не делается. Ну, я имею в виду, что подразумевалось, что зачем отложили, надо было его до конца вышить. Я об этом тоже уже говорила, когда я начинала зимний шар в самом первом видео, что я эти шары буду вышивать по времени года. Так как у меня несколько процессов, естественно, я не успеваю один шар вышить за его время года. Поэтому я говорила, что я буду начинать каждый шар в свое время года. Буду вышивать его, пока это время года длится. И если время года заканчивается, а шар не закончен, я его откладываю до следующего времени этого же года. То есть зимний шар я отложила до следующей зимы, до декабря. И следующей зимой я его преспокойно дошью. И так я за два года вышью все четыре шара. Сейчас у меня идет весна. За неделю я вышила столько. Я не знаю, может быть, я буду продолжать сейчас его вышивать. Может быть, я его немножечко отложу. Но вот до конца мая, сколько я вышью, столько у меня уйдет до следующей весны. До следующего марта я его отложу. Сейчас я, наверное, вам покажу картинку целиком. Как все-таки это еще раз, как это должно быть. Вот она превьюшечка. Вот такой шар получится. Я уже говорила, что он более веселый. Тут вот сейчас крышу я вот эту вот желтенькую. Ну, господи, желтенькую. Ну, желтенькую тоже, да. Вот это вот красивые такие цвета. Бирюзовые, изумрудные я вышила. Сейчас у меня тут пойдет красный цвет. То есть, в принципе, у меня вот, видите, вот эта вот гора-край, это уже все. Там сейчас пойдет сам полукресты, вот эти серые шар. Извините, что отсвечивает. Но вот тут тоже я уже вот эту сакуру заканчиваю. Мне тут осталось вот посередке. Закончить один цвет. И все, конец шара. Вот это вот уже вот здесь вот. Вот эти вот крестики, вот три штучки. Это уже вот здесь, за границами как бы стекла. Ну, отцвет, так скажем. Вот. Ну, и верх у меня тут закончен. Пойду вот сюда. Вот сюда вот. Ну, и потом... Ну, я одновременно и сюда иногда двигаю. Сегодня вот здесь вот еще немножко повышивала. То есть, я вышивала, тут вот гора, конец. Ниточка осталась. Я сюда ухожу. Так же белый цвет. Я шла от этой сакуры, началась. У меня она где-то закончилась. Мне пришлось новую ниточку заряжать. Я зарядила новую ниточку белого цвета. И пошла, пошла, пошла. У меня ниточка сюда. Потом я перешла сюда. И вот здесь вот она закончилась. Поэтому я постепенно что-то гоню сюда. Но вообще я предполагаю вот сейчас перейти вот к этой пагоде. Ну, может быть, если там от этих ярких... Хотя, не знаю, можно ли от них устать. Не так уж их и много. Но, может быть, я буду пагоду и вот здесь одновременно продолжать вот эту вот сакуру. Ну, вот. Все. До мая я это откладываю. Тут у меня камера шатается. Я без штатива, на руках. Так что в мае я вам покажу, чем у меня... На каком этапе у меня закончится весенний шар. Ну, я уже говорила, что я, в принципе, предполагаю, что весь шар я вышью. Может быть, я вот... Останутся у меня вот эти полукресты. Вот этот вот ареол. Но я, наверное, я думаю... Ну, если я вот это вот, считайте, вышила... Это же почти четверть шара. Ну, да. Вот если вот от этой горы Фудзиамы я вышила за неделю, то, в принципе, если постараться, то неделя, неделя, за четыре недели, еще середина апреля, то есть еще время есть. Вот. Так что, если бы мне прям совсем не нравилось и было бы совсем-совсем тяжело, я бы не вышивала. Нет, мне нравится результат. Мне нравится, как получается. Мне... Сейчас уберу, чтобы не отсвечивала. Мне нравится сам сюжет, сама мысль, сама идея, вот эти шары стеклянные. И смотрится все это очень нежно и красиво. Так что, я вышиваю не зря. Я себя не насилую. Я... Зачем? Мышевка должна приносить удовольствие. Так, что еще хотела сказать. Спасибо большое одной моей зрительнице, которая, посмотрев мое видео про Бабу-югу, где вышиваем Бабу-югу и болтаем, после... в комментариях к этому видео она мне написала, я говорила, что мне умешаются вот у биндеров вот эти вот штучки торчат. И она говорит, так их же можно снять, я их снимаю. Спасибо вам большое. Теперь я снимаю. Действительно, так удобнее. То есть, все нажала, закрепила, эти железки убрала. И все замечательно у меня теперь держится и смотрится. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какая у нас погода. Кошмар. На дворе середина апреля. 14 апреля сегодня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот так вот. Так, ну и что еще хотела сказать? Еще хотела сказать вот по поводу тех комментариев, которые пишут, что вот, а я вышиваю там нитками бестокс хорошо, мне нравятся. Или вот по поводу, да, что там шаршила не на одном дыхании вышла, понравился. Смотрите, что хочу сказать вам, девочки, зрительницы, подписчицы. Мне понравилась фраза у Оксаны Дерезы. Когда она вышивала, открывала, вот недавно у нее видео вышло, открыла, она начала, как-то там, зимняя красавица или что там, с яблоками девушка такая, вот, в русском сарафанчике. Мне понравилась там у нее такая фраза и мысль, что у меня, говорит, эти нитки не любят. То есть у каждой, мне кажется, вышивайщицы есть свои нитки, которые ее любят или не любят. Вот эти нитки, да, они какие-то бумажные, неприятные, мне просто по тактильному ощущению. Но они зато тоже у меня не запутываются, не завязываются в узелки. DMC мне нравится по шелковистости, но у меня там постоянно узелки. Постоянно я с DMC воюю и по этому поводу. Пока тяну ниточку, она обязательно у меня сзади за вышивкой затянется в узелок. Ну, чаще всего, не обязательно, прям 100% каждый раз. Но вот когда она длинная, когда я только начинаю. Поэтому для каждой вышивайщицы свои нитки, с какими-то она дружит, с какими-то она не дружит. Я, допустим, вот не могу, я не знаю, Мадейру, я с ними, может быть, и работала когда-то в наборах, но вот не могу подсказать, какие они по качеству. С гамма я дружу, хотя уж куда лучше DMC, правда, но вот они у меня завязываются. Но они мне нравятся по ощущениям. С гаммой я дружу, там мне все у них нравится. Я волков вышиваю гаммой, и там мне и шелковистость их нравится, и не завязываются они у меня, и не путаются ничего. А вот эти нитки, да, они не путаются, да, они, ну, ложатся не хуже гаммы. Сейчас сфокусируются. Ну, опять же, какие-то цвета. Какие-то цвета, вот смотрите, вот этот вот поровнее, вот бирюзовый, изумрудный ложились, белый, как-то у меня похуже укладываются, не знаю почему. Поэтому, вот, но мне не нравится, что они на ощупь бумажные, мне не нравится, что они, как сказать, пушатся или как-то вот, не скажу, перетираются, но они вот такую ворсистость дают. Видите, какие-то они, ведь они же не шерстяные, хб, а они вот такую вот ворсистость, вот на белых вот этих крестиках дают. И такие катышки на них образовываются, я постоянно эти катышки убираю, то есть от туда-сюда, от прохождения через жесткую канву, они скатываются, катышки на них. Вот это мне не нравится. Поэтому я не говорю, что именно, как сказать, не хаю сами эти нитки. Для кого-то, может быть, они замечательные, но я с ними не дружу, не подружилась, так скажем, вот, не подружилась. Вот так выглядят мои крестики, где-то они не совсем ровненькие, но вот они, вот они, вот они. Все, на этом я прощаюсь до конца мая, ну или, может быть, в начале июня я его покажу, когда и буду заодно тогда и летний шар открывать. Всем пока-пока, до встречи в следующих эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok